Не представляешь, как жить после апокалипсиса? Качай бесплатно онлайн-экшен Crossout. В этой игре ты можешь собрать себе тачку из сотен деталей, которые пригодятся, чтобы победить в битвах с другими. Реактивная баллиста, дракон на ховерах, розовый танк решает только твое безумие. Уничтожай врагов, грабь караваны, собирай ресурсы и доминируй. Глобальная карта мира, множество режимов и заданий, сражения против леви фанов и адские рейды. Несколько фракций готовы принять тебя и одарить новыми деталями. Качай Crossout совершенно бесплатно по ссылке в описании. Всем привет, ребят! И данный ролик посвящен снова тестовому стенду. Но не совсем тестовому стенду. Короче говоря, ребят, даже если вам неинтересно смотреть, если вы не любите информационные ролики, а любите, когда там попизделки идут, просто смешные истории и тому подобное, то все равно смотрите этот ролик до конца. Потому что, когда вы будете собирать компьютер, вы можете столкнуться с точно такой же проблемой. И поверьте, этот ролик может вас спасти. Так вот, как вы поняли из кликбейта, превьюшки и названия ролика, что-то явно произошло с этим куском железа. Да, охерительным куском железа. Безумно дорогим. В этом ролике я вам расскажу, с какими трудностями я столкнулся, когда собирал вот этого зверя. А что именно произошло? Почему? Я назвал вот так вот ролик. Короче, вы сейчас все увидите. Начну я по порядку. Дело было вечером. Дело было нечего. И я решил записать вот видос на тему сборки ПК. Я собираю этот ПК. Я его собрал. Все уже в сборе. Я его ставлю сюда на место. И думаю, нужно устанавливать в Windows. Нужно его включать. Посмотреть, что там BIOS загрузится. Посмотреть нужно все. И каково, сука, было мое удивление, когда я включаю компьютер, а он не включается. Вот серьезно. Я с таким сталкивался один раз. За всю историю, что я собираю компы, там был не прошитый BIOS. То есть, там вообще был гемор с одним компом, когда другу собирали комп. Но тут я был дико удивлен. То есть, комп просто, сука, не включается. Я что ли что-то не так подключил? Ну, серьезно. В принципе, я мог ошибиться. То есть, я не профессионал в сборках. Я не профессионал в железе. Я завис на уровне любителей. Я всегда про это говорю. То есть, если вы будете в комментах писать, чувак, да ты же, блядь, не профи. Ну, я знаю. И с учем, я понимаю, что, возможно, я что-то не так подключил. Или что с компом? Либо брак попался. Я больше всего... Вот как объяснить эти ощущения? Типа, ты соврал пока, ты радостный, и ты такой... Какого хуя? Ничего не включается. Что делать? Накрылся? Материнка накрылась? Или еще? В чем проблема? И вот я сейчас расскажу, что же было с компом. То есть, как я и сказал, я нажимаю на кнопку включения, ничего не происходит, ни хера нету. И мы начали сначала думать, что, возможно, проблема с процессором. То есть, процессор бракованный попался, либо еще что-то. Мы сделали по-простому. Я полностью отключил водянку и попробовал без водянки запустить комп. То есть, он включался на некоторые секунды, там, секунд, может, 10, и все. И экрана нету, точнее, на мониторе ничего, изображения никакого нету, ничего нету. И спустя некоторое время он выключается. То есть, какая, что за хрень с компом творится, непонятно было. Так вот, мы полностью отключили водянку, то есть, систему охлаждения с процессора сняли. Я пальцем потрогал, буквально несколько секунд включить комп, то есть, греется процессор или нет. Процессор грелся, соответственно, он работает. Значит, дело не в процессоре. И, наверное, целый минут 40, я не знаю, где-то в этом духе, я просто не знал, в чем проблема. В оперативке, в процессе, в чем еще, почему изображение не выводится на монитор. Конечно, я думал на видеокарту, но видеокарту я ее тестил. Я снимал обзор на эту видеокарту, то есть, она рабочая. Я не мог ее сломать. И вся фишка крылась, друзья мои, вы не поверите. Та-та-та-та. Спасибо, Аурус, за ваши сырые биосы. Слава богам, то, что материнку я покупал за свои деньги, поэтому я могу чутка похейтить Аурус. Это, кстати, очень приятно, когда реально ты покупаешь девайсы за свои деньги, но об этом я уже рассказывал. Так вот, как я и сказал, проблема крылась в биосе самой материнке, и справедливости ради скажу, что к Аурусу претензий, как таковых, по качеству материнки нету. То есть, материнка реально высшего уровня. Но биос, блять, зачем вам продаете такие материнки, в которых биос не просто сырой, он умерший. Я не знаю, как это по-другому назвать. Возможно, мне попалась материнка из первой ревизии, когда только появился вот этот чипсет, и первая материнка вообще из первой партии попалась, которая дико логучая в плане биоса, и сырая, и ничего не подготовленное, и тому подобное. Короче, как же выкрутились мы с данной ситуацией? То есть, было два выхода, два варианта. Первый вариант танцы с бубнами, и второй вариант нести в сервисный центр. И, либо по гарантии сдавать. Но по гарантии сдавать у меня не было возможности, потому что тогда бы сборка ПК затянулась бы еще недели на 2-3, а в сервисный центр нести там денег сдерут вот столько, что вы так беремешите. И, короче, нас спасло следующее. Нам нужно было обмануть биос. То есть, фишка в чем? Биос как бы прогружался, но он не сохранялся на самой, в самом биосе. То есть, есть на материнской, на каждом материнской плате вот эта батарейка. И вот эту батарейку, ну, в скобочках, таблетку, нужно было вставить в материнку в тот момент, когда запускается компьютер без нее. То есть, если нету этой батарейки, то, соответственно, биос будет выстраивать стандартные, точнее, не стандартные, ну, да, дефолтные, скажем так, значения, и никаких проблем не должно быть, потому что без батарейки комп загружался. Короче говоря, пока включается компьютер, наша задача была, надо было, короче, быстро воткнуть батарейку на место. Батарейку я воткнул, и все, сохранился биос, и все нормально пошло. Но, перед тем, как это сделать, опять же, были нюансы, траблы с оперативкой, компьютер без батарейки в материнской плате, без вот этой таблетки, смог запуститься, только, когда оперативная память, плашка оперативки, находилась в четвертом, вроде как, слоте. То есть, мы попробовали сделать следующим образом, выткнули всю оперативную память, и поэтапно пробовали каждый слот на материнке под плашкой оперативной памяти. Я не знаю, как это объяснить. Я знаю, что это дико сложно, я сам не понимаю, почему это так произошло, но только на четвертом слоте, когда стояла плашка оперативной памяти, у нас BIOS заработал. Так вот, нюанс всей сборки таков, что мы просто, когда воткнули батарейку уже в включенном, скажем так, BIOS, когда мы без нее запустили, то BIOS смог нормально уже сохраниться. Короче, это пиздец, это реально танцы с бубнами, это полный трешак, и с этим можно столкнуться. Это вот та, скажем так, та проблема, когда ты вот собираешь компьютер, ты вроде думаешь, все, заебись, блядь, я собрал компьютер, но... Но нет, нихуя. Проблема ждет под, за каждым углом, как будто гопни к спирам, за каждым углом, что ли, су, блядь, я поехал, жмит. Но опять же, это не все. Сейчас на ваших экранах вы видите, как в процессе сборки ПК я устанавливаю водяное охлаждение. И вот вы видите крайшек материнской платы. Именно из-за вот этих проводов, которые вот находятся, воткнуты в материнку, именно из-за этих проводов радиатор с вертушками от водяного охлаждения не устанавливался. То есть расстояния просто не хватало, и я реально думал, как установить, блядь, в этот корпус теперь все это добро. То есть я же не могу установить, ну, я думал о том, чтобы водянку установить спереди. Была мысль вообще пришпандырить водянку вообще не в корпусе, а сверху корпуса, стекляшку, вот это стекло убрать и просто сверху пришпандырить и будь что будет. Но это уже был бы колхоз и помогло только одно, то, что там были резьбы, или как правильно сказать, это, короче, места подкрепления вертушек на самом корпусе. Я заговорился, у меня горло першит, блядь, пиздец. У меня аж слезы пошли, сейчас скажут, блядь, заплакало, что компьютер не смог собрать. Так вот, в эти как раз вот резьбы, я не знаю, как это называется, короче, там, где должна была устанавливаться, должны были устанавливаться вертушки, туда мы присобачили водянку. То есть водянка у нас выпирает чуть-чуть. И это не есть хорошо, но это единственный выход. И не на все, опять же, крепление у нас подошло. То есть у нас водянка по диагонали прикреплена, еще дополнительная пара болтов, все. У нас нету такого, что она полностью стоит, прикрепленная по всему периметру. Но опять же, она держится, проблем с этим нету, то есть она держится плотно, упасть на не упадет. Но просто я говорю к чему, то что, друзья, когда вы соберете компьютер, вы можете столкнуться с такими вот мелкими нюансами, которые просчитать, ну, крайне трудно. То есть на этапе подбора конфигурации системы. То есть вы можете подбирать сколько угодно корпус, смотреть то, что все влезает. Но, блядь, какой-то, сука, лишний проводочек вам помешает все подключить. И вам придется устраивать какой-то колхоз. А помимо того, что вы устроите колхоз, у вас еще компьютер-то не включится. То есть вам еще танцы с бубном на 2-3 часа, что делать, почему комп не включается, нести в сервисный центр, отдавать по гарантии, что делать, в чем главная проблема, в каком из комплектующих не можете понять проблемы. Это темная сторона сборок. Но, честно скажу, блядь, в рот чихпых эти вот танцы с бубном. Когда ты собрал компьютер, ты, сука, готов уже. И вот тебе они, компьютер. Вот эти танцы с бубном, они дико вымораживают, но без этого никуда. Ну и в конечном счете все получилось достаточно круто. Вот тест-вистент, все выглядит очень даже красиво, презентабельно, можно кайфовать. Ну и на этом все. Я так поделиться хотел информацией, потому что мало ли кто столкнется с такой же проблемой. Если что, не спешите ее нести в сервисный центр, потому что восстановить биос можно своими силами. Друзья, сейчас уже камеру мы остановили, все, записи остановили. Я поворачиваюсь назад и посмотрю, а дожики тут стоят. Я забыл их убрать, когда записывал. Короче, переснимать мне тупо лень. И поэтому я просто выскажу немножко свое мнение. Я сейчас реально стал себя чувствовать. Знаете-ки, когда ТПшечка покупает себе айфон, или бедный студент покупает себе дорогущий айфон, и потом жрут дошираки со сборкой вот этого зверя, с тем, что мы делали в студии, сколько всего покупали, и сколько денег в это бухал. Я реально похож сейчас на человека, который вот имеет дорогущую херню, но жрет дошираки. Привет, знаешь, прикладываю айфоном крышку доширака, чтобы оно действительно скопилось. Короче, на этом все. Вот теперь точно все. Всем пока, удачи, и увидимся совсем скоро. Всем пока. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok